Привет! У вас добрый день. Штука вся в том, что у вас есть много ресурсов. Вот по факту. По сути у вас есть много ресурсов. У вас очень много, довольно много ресурсов. Но при этом у вас отсутствует понимание того, куда эти ресурсы направляют. И на мой взгляд это возможно в том числе по причине того, что вы хотите быть богатым. То есть, знаете, желание быть богатым, как вы правильно сказали, об этом мечтает каждый. Но здесь вы, конечно, не совсем правы. На плане, что мечтает не каждый. Все об этом так или иначе думают и в определенный момент времени все этого хотят. Это правда. Это правда. Все в определенный момент времени этого хотят. На протяжении вот своей жизни все так или иначе этого хотят. Вот. Но вы правильно заметили, что в этом желании, да, чего-то не хватает. Вы говорите, я хочу работать на себя и хочу заниматься бизнесом. Опять же. Ну и что вы хотите работать на себя или заниматься бизнесом. Это здорово. Но у этого, понимаете, нет вектора. Вектор, направленность. Это как бы смысл. Понимаете? Это смысл. Вот именно смысл того, что вы делаете. Личный смысл для вас. Он у вас отсутствует. Понимаете? И может быть, может быть, для вас личный смысл как раз таки. Это богатство. В этом нет ничего дурного. Но вам нужен этот смысл, условно говоря, прочувствовать. Чтоб вы понимали, что да, я этого хочу. Вот этого я хочу. Именно этого я хочу. Именно это то, что мне нужно. Например. Вот. Именно в этом направлении вам нужно двигаться. То есть, именно в этом ключе нужно мыслить. Повторюсь. У вас есть ресурс. У вас много ресурсов. Очевидно, что вы, как вы сами сказали, вы старательный. Вы совершенно, очевидно, не глупый парень. И естественно, что ресурсы, ну грубо говоря, ресурсы простаивают. И от этого, конечно, вам неприятно. Да? И чувствуете вы, наверное, что как бы зря проходит ваша жизнь. Вот. И надо сказать, что я вас понимаю. Да? Но очень похоже на то, что вот то, ради чего сейчас вы работаете, является следствием, скорее, вашего личностного конфликта. Например, хочу быть богатым. Это можно убивать с безопасностью, с успешностью и так далее. Но это ни в коем случае не может быть, как бы, движущей силой. Движущей силой, это движущая сила, это то, что вам интересно. Это то, что вы считаете важным для себя. Вот это движущая сила. И здесь, вот в движущей силой, на мой взгляд, все-таки определяющим, вот именно определяющим моментом является то, что для вас представляет ценность. Вот. То есть то, что вам ценно. Не обязательно интересно, да? Потому что интерес, ну, интерес, это такая, я бы сказал, более, более, более деликатная тема. То есть то, что сразу вам, может быть, будет, ну, непонятно интерес, это то, что вам сразу, ну, нужна практика, нужна практика. Для того, чтобы прислушиваться к себе. Я хочу, не хочу. Если вы привыкли, если вы привыкли себя заставлять, например, а у меня есть такое ощущение, что вы как раз таки привыкли себя заставлять, вот, то вам, естественно, очень трудно, вот, понимать, чего вы хотите. И тут важно работать, вот, ну, именно с вашими учителями, учитывать, ходить в контакт с ними и так далее. А я мог бы вам, к примеру, порекомендовать такую хорошую книгу, она называется «Практику по гисталтерапии» с авиаторством Фридс Перлза, Фридс Перлз. Вот, почитайте, эта книжка на эмоциональный интеллект, она вам, может быть, поможет. Она, может быть, поможет вам лучше себя именно чувствовать, вот. Не понимаю, да, понимать вы себя и так, как мне кажется, более чем хорошо, а вот чувствовать это то, что вам, на мой взгляд, это как раз необходимо. Вот, то есть это, ну, грубо говоря, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ И в этом направлении, чтобы параллельно двигаться. Вот. Что ещё я почувствовал в вашем тексте? Ну, во-первых, мне кажется, я почувствовал некую депрессивность, то есть некую апатию и чувствуется, что вы именно в поисках находитесь. Да, да, то есть вы стараетесь, именно вот вы ищете, вы ищете, что называется, вы ищете. Вот, вы ищете, а вы пытаетесь что-то найти. То есть такой вот в этом смысле достаточно тревожный человек. Вот, и тут, конечно, крайне важно постараться увидеть основание для этой тревожницы. Вот, то есть, к примеру, ну, к примеру, что будет, да, вот, что будет, что будет, если вы, там, допустим, не сможете себя реализовывать. Вот, а почему так обязательно, по вашему мнению, себя реализовать. Вот, то есть это всё очень важные моменты. Это всё очень, о-о-о, такие прям, прямо скажем. Животропивающая тема для вас. И на мой взгляд, ей следует уделить максимально вообще вашего внимания. Вот. Следующее, следующее. Мне кажется, что вы склонны себя сравнивать с другими людьми. Я, конечно, могу быть ребрас, в этой ситуации могу неверно что-то понимать, но, соответственно, на мой взгляд, ситуация выглядит именно такой. То есть то, что вы сравниваете себя с другими людьми. Важно крайне важно, конечно, определить, как вы приходите к тому, что вы сравниваете себя с другими. Что мотивирует вас на то, чтобы сравнивать себя с другими. Вот. Потому что сомнения себя с другими людьми... Вам ничего хорошего. Вам на пользу сомнения себя с другими людьми пойти, в принципе, не может. Потому что вы лишь только, я бы сказал, обесцениваете то, что важно вам. Вот. В целом, если вам хочется, если у вас есть вот такое желание, можно и пройти какие-то тесты. Вот. То есть, ну, просто вот заняться тестами и на основании тестов, там, понятия, да, вот, что вам важно, например. К чему вы, ну, в большей, в большей степени, там, тяготеете, когда, допустим, да, вот. Повторюсь, повторюсь, если вам это интересно. То есть, ну, если вы этого хотите. Вот. Вот так. Ну, нужно, конечно, понимать, что тесты, это очень, такая, относительная штука. Вот. То есть, полагаться на тесты, категорически, я не рекомендую. Вот. А, значит, скажем, скажем так, как, ну, вот, в какой-то степени, ценностная структура, ценностная ориентация, да, это вот то, что может как раз-таки вам, то, что может вам помочь. Вот. Так что, решать, конечно, как действовать, эм, только вам. А, вот, я, со своей стороны, эм, сказал, эм, все, что хотел, наверное, с, вот, эм, сейчас, ну, сейчас, да, вот, давайте, я сейчас прочитаю ваш текст еще раз, чтобы убедиться, эм, в том, в том числе, ничего не забыл. Так. Довольно долго мы читали обрезок на самоопределение, не знаю, кем хочу быть в жизни. Ну, самоопределение. А, вас это, эм, напрягает. Эм, напрягает, что вы не знаете, кем хотите быть в жизни. То есть, эм, по вашей идее получается, что вы, вы должны знать, кем вы, эм, ну, кем вы станете. Вот это некое такое, к себе, э, востребование. В требованиях, на мой взгляд, ничего хорошего нет, к себе, к требованиям. Вот. То есть, нет ничего хорошего в том, чтобы, чтобы, э, чтобы требовать, требовать от себя, там, чего-то. Особенно такого, вот, э, ну, такого творческого, как э, становление каким-то в жизни. Вот. То есть, в этом ничего хорошего для вас опять же нет и быть не может. Вот. Поэтому весь момент, почему вы, чем вас это мучает, какой конфликт вы решаете. Как бы, э, нельзя, как бы, э, стараться быть кем-то, да, стремиться быть кем-то, э, 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 значит, ради того, чтобы решить какую-то свою проблему. Это, это, так не работало. К счастью или, к сожалению, ну, это, так, э, так вы ничего не добьетесь. Э, счастлив 22 года, учился в техникуме, о, по окончании учебы с родственной хорошей завод, но работа ничего не приносила. Э, э, о собирательстве, хоть я старался в любой работе стараться, стараюсь. Ну, ну, смотрите. Э, вопрос здесь, наверное, такой. А, для чего вы, э, вот, изначально, вообще, э, поступили в технику, ну, в технику? Для чего вы поступили в технику? Понимаете? Вот, э, вопрос, он здесь, э, вот, именно с такого плана. С какой целью я поступил в технику? Чтобы, чтобы, что? Вот, поступил я туда от, не знаю, от отчаяния, например, например. Поступил я туда, э, потому что, э, ну, больше было некуда поступать. Или еще какие-то, вот, причины. То есть, какая ценность? Ваша собственная ценность того, что вы, э, значит, поступили в техникум, какая, ради чего? А, большая, есть некая связь, достаточно большая связь, э, между тем, э, как вы учились, например, в, э, в той, той, ну, в, э, той же, в той же школе, да? Как вы учились и, э, то, как вы, э, реализовываете свою успеваемость, успеваемость, э, значит, вот, э, ну, э, сначала. А, может, э, есть большая вероятность, что в школе вы, э, не, ну, не реализовывали, не раскрывались. Вот, а что этому мешало? Ну, хороший, достаточный вопрос. Может быть, этому мешало ваша обстановка, ну, ваша, э, 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 ситуация в, э, везде, э, может быть, э, мешало, э, там, сто тысяч. Так, конечно, однообносно сказать, фо, 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 вот, хотя и, э, можно, без, 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 ну, без фо, ну, без фо. Вот. Э, э, дальше. Э, э, я стараюсь на любые работы. Для чего? Э, э, ушёл в армию, вернулся, попробовал себя в госструктурах, сейчас работаю, но мне точно не нравится. А, для чего? Вот опять же, какой, 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 какой смысл? Какая направленность? Направленность? Кого, что вы делаете? Э, э, без направленности это всё, э, достаточно поверхностно-поверхностно получается. Как, как вы сами можете её видеть. Вот. То есть госструктура это хорошо, но... Дальше. А, пытался найти в себе что-то из детства, где-нибудь мечты, но ничего не нашёл. Есть только большое желание работать на себя, быть богатым, заниматься бизнесом или быть успешным в своей деле, но я не знаю, каждый желает о богатстве, вот это просто какие-нибудь детские мечты. Так, а как у вас получается, что вы пишите, что, э, пытаетесь в себе найти детские мечты? Пытаетесь найти. И, в то же время, э, как будто бы, э, относитесь к своим детским мечтам, э, ну, немного не мало, с, э, каким-то пренебрежением, что ли. То есть это, на мой взгляд, выглядит несколько странно, учитывая тот факт, что вы вроде как-как хотите себя найти. То есть вы вообще определитесь тогда, что вы понимаете по детским мечтам. Это первое. Второе. Как вы понимаете по детским мечтам, да, то есть, ну просто какое у вас отношение к ним. Вот. И, э, дальше уже можно, можно будет, э, да, дальше уже можно будет, э, ну, что-то говорить. Вот. А, пока, пока, что, ситуация, ситуация несколько странно выглядит, на мой взгляд. Вот с этой, с этой, с этим противоречием относительно вашего, э, ну, относительно детских мечт. Дальше. Идем. А, всегда. С недавних пор нашел еще кое-что интересное. Из-за этого дизайна понял, что мне нравится, купил горцы, совсем не дешевые, и начал усердно учиться стараться. Ну, смотрите, э, честно вам скажу, э, здесь у нас как будто бы есть э, довольно серьезная направленность на успех. То есть, э, вы хотите успех. На этом. Вот. Успешность, это, э, то, что вам, ну, 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 это то, в чем вы нуждают. И, под это, под успех, вы пытаетесь, э, в какой-то степени, подстроить, э, свои деятельности. Ну, ну, я между, то, что вы делаете. Ну, э, ничего хорошего, э, из этого не получится. Э, вот, потому что, э, недешевые курсы, а, э, вот, именно недешевые курсы, не, не значит, что они хорошие, если это недешевые. Ну, и так далее. И, опять же, э, для чего? То есть, веб-дизайн вам всем интересен. Сейчас у меня складывается ощущение, что вы, как будто бы, э, на постоянной основе ищете, э, ищете для себя что-то новое. Но, в этом новом, вы, такое ощущение, что, бежите от себя. Вот. Вы бежите от себя. И это, на мой взгляд, ну, не есть хоро, не есть хорошо. Для вас. Так что, поиск нового, я рекомендовал бы вам, э, рассмотреть, как-то, вот, более подробно, что ли, что для вас это значит. Дальше. Э, э, просто три месяца у меня пропала желада. Опять же, здесь момент. А, для чего я это делаю? Зачем я это делаю? То есть, э, вы учитесь, вы, конечно, молодец. Но, чего вы хотите, э, понимаете, конечно. Вот. Э, э, что вам нужно? Э, это очень важный момент. То, что вам надоедает учеба, это связано с тем, что вам что-то не нравится. На это тоже нужно обратить внимание. Что конкретно вам не нравится. Если вы хотите, на самом, на самом деле, хотите найти то, что вам по душе, то нужно, э, учиться, определять, в том числе, и то, что, э, вам не подошло. То, что вам не нравится. И, э, таким образом, э, в какой-то, э, степени, освободать свой ресурс. Вот. Если вы делать этого не будете, ну, ничего, ничего хорошего не получится. А, в ваших, ну, в ваших основаниях. Большое. Эм, так, э, сейчас я, опять, не чист, не знаю, как им стало, а также, в большей степени, успокоен своим успехом. Так как у меня это очень важно в жизни, и хочу провести бедную жизнь. Ну, вот, успех, это внутренний конфликт. Потому что успех, успех хочет каждый, но вопрос заключается в том, опять же, э, что такое успех, что он на себя представляет. Ну вот. Успех может быть социально ориентирован и личностно ориентирован, э, личностно ориентирован. Вот. А у вас, э, успех ориентирован, э, социально. Вот. Вот. И, соответственно, в этом, э, э, проблема. И, за что вы не можете, э, как бы, сосредоточиться на себе. Потому что должны обязательно быть успешными, а успех ваш, обязательно должны быть успешными другими людьми. Вот. Если этого не происходит, то у вас начинаются проблемы. Вот. Поэтому вы не можете всего достичь. Дальше. А, бедная жизнь. А, что такое бедная жизнь? Как ее определить? Как ее понять? Как ее измерить? Какая жизнь бедная? Какая жизнь богатая? Согласитесь, что здесь тоже присутствует элемент оценки. Я оцениваю что-то как бедную или я оцениваю что-то как богатую жизнь. Ничего хорошего в этом слова тоже, как вы понимаете, нет. И, э, нужно просто немножечко отходить от этих вот, может быть, достаточно привычных вам моделей и переходить к более персонифицированным, ценностным и личностным моделям. Но для этого необходимо, конечно, научиться, как я и сказал, себя слышать. Если вы себя не слышите, то все это для вас, сказчика, будет довольно сложно. Научиться слышать себя можно со специалистом или с помощью книги. Вот. Ну понятно, что у книги есть ограничения. Вот. Поэтому думать о том, что вы сможете все сделать с помощью книги не стоит. Вот. В принципе, наверное, это все, что я хотел вам сказать. Я надеюсь, что это было вам полезно. Я надеюсь, что вы получили для себя пищу для размышлений. Вот. Обращайтесь. Если будет такое желание. Всего самого доброго вам и удачи! 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 Удачи!